Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Куркипер. Мы с вами остановились на том, что немножечко помесили фиолетовых слизней, точнее, синих слизней вот здесь. Я, собственно, с него навыбивал всё, что можно было. К сожалению, лут с него не меняется, но ящики, собственно, нагрёб. Также мы сбегали, собственно, вот в эту точечку. Я, кстати, её, наверное, отмечу. Вот, на этой точечке у нас можно спаунить птицу, которую мы удачно завалили. И получили ещё и подачу по пути телепорт, вот что, я думаю, естественно, нам на руку. Я решил, что сегодня придётся нам в любом случае закрыть вопрос с торгашами, потому что мы уже довольно-давно имеем целых три предмета, которые должны привлечь торгашей, но мы их почему-то до сих пор не использовали, поэтому надо бы воспользоваться этой возможностью. Точнее, вот три предмета, а это телепорт. Короче, здесь я немножечко сортанул всё-таки важные какие-то сеты, которые у нас есть. Немножечко раскидал здесь отдельно кольца, жерелья, оружие. В целом, это всё пока что нам не надо, пусть оно валяется. Так, вопрос основной, что... О, бляха, яйцо есть, да? Давай сюда. Это мы тоже сейчас решим вопросик. Вопрос в чём? Я думаю, что мы их всё-таки у нас на территории посели. Я единственное не знаю, они тпшкой к нам доберутся, или у них есть какой-то особый способ, как к нам попасть. Но, в любом случае, мы не будем им никоим образом мешать. А что им надо? Им надо кровать, им надо пространство, и, в принципе, их предмет, который их зазывает. Мы можем, в принципе, сделать из галактического слитка, да? У нас актаринового дохера. Актариновый у нас что? Коралловые доски, пляжный блок. Лучше бы ты использовал руду, честно говоря. Ну да ладно. Можем просто из дерева. Так, давайте сразу три кровати сделаем красивые. Можем, да, из дерева, которое под покраску. Стол стекольщика, плотницкий верстак. Это всё потом. Стол художника я это, кстати, не делал. Хрен с вами. Так, сколько нам нужно? Нам нужно 4 на 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 на 3, 36. Нам по-хорошему надо минимум. А лучше и того больше. Сделать, давайте, где-то 50 штучек сделаем. Три кровати и три двери. Можно ещё, пожалуйста, оформить. Раз, два, три. Спасибо большое. У нас будет миним-отель. Назовем это так. Они там будут... А, стоп. Я ещё же этот забыл. Пол тоже нужен. Слава богу, используются грязевые блоки. У нас их дохерилён. Ещё и крафт прокачался. Идеально. Лучше не придумаешь. Так, всё есть. Вроде бы всё есть. Так, давайте отсюда позабираем. Я факелы внутри поставлю, поэтому я думаю, по свету у них всё будет супер. Так, давайте сразу разметим. Я думаю, что мы начнём со стен. Стены выравнивают. Отлично. Четыре. Четвёртое будет этой же. Раз, два, три. Третье является пустой. Четыре. Хм, теперь вопрос, влезет ли это всё. Теперь вопросик, на самом деле. Ну, сейчас я с запасом возьму. Так. Перестань. Пожалуйста. Так, замечательно. Здесь мы замыкаем, значит, со три на четыре. Вот таким образом. Оставляем три блока внутри. Ставим здесь стеночку, выход в парк. Бляха. Есть сомнения, кстати. Есть сомнения, что это всё влезет. Ну, ладно. Стеночки объединяем. Пробел. Бляха, не влезет. Не очень хорошо. Мы можем уменьшить. Им, по сути, три на три прям не надо же, правильно? Это я придумал, что им надо три на три. На самом деле им три на три вообще ни к чему. Мы можем сократить ваше место жительства гораздо до меньших масштабов. Вот так, раз. Вот так, два. И вы не поверите, всё сразу же идеально влазит. Без каких-либо... А, вот это не надо было. Без каких-либо проблем. Так, давайте ставим кроватку сюда. Раз. Я, правда, пол не заложил. Ну, да и хрен бы с ним. Так, это сюда. Пол нужно потом, да. Пол нужно потом подложить. Давай сюда, 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 сюда. Надо факелок какой-то, конечно, поставить, чтобы они тут в темноте не задохли. Так, дверки. Чичинь, чичинь, чичинь. Естественно, мы их, Настя, сразу откроем. Проверим факел. Могу сюда впихнуть? Я могу поспать? Отлично. Я здесь себе точку ТП сделаю. Я это не хотел делать, честно говоря. Так, давайте сначала их объект поставлю. Потом глянем, если получится, поверх них уже наклеим всё остальное. Так, значится сюда баночка. Раз. Отходы это рыбак 2. Вот этот чел, кстати... Ни хера, он прям ТП шнулся. Вот этот чел, кстати, по идее, должен давать нам... Или продавать? Ух, ни хера. Он должен продавать нам вещи призыва. Да, вот, гигантская слизь. Идол улей матки, кстати. Это, скорее всего, не простая улей матка будет. Призыв к хромам. И сколько оно всё стоит? По 200 копеек, да? Пустой кристалл. Это что такое? Дайте я бабки возьму, так будет понятнее, что там происходит. А, они друг друга сами подсвечивают. И у этого есть налобный фонарь. Короче, нормально, мы их не будем освещать. Им и так хватит. Дайте сюда бабосик, где он у нас. 5000 есть, да? Я, конечно, потом ещё заработаю бабосика, но это потом. Так, у них, кстати, шестерни можно набрать. Немного, но есть. Так, совместим материалы. Иронический пергамент. На удивление, хорошо сохранившись древняя бумага. Разорван невозможно. Ну, судя по небольшим пентаграммам, это чертёж какой-то странного оружия. Сломанная рукоять. Сколотый клинок. Прозрачный самоцвет. Железные слитки. Древний самоцвет. И стоит 2000, кстати. То есть, это по факту рецепт какого-то оружия. При том, что у нас есть, по-моему, один кусок минимум. Два куска. Прозрачный самоцвет у меня, по-моему, тоже валялся. То есть, у нас не хватает только сколотого клинка. Так, а это что? Стеклянный кристалл в форме руба со сложными встроенными схемами. Сейчас он отключён. Но, возможно, нужные данные смогут запустить его снова. Протоколов у меня, по-моему, не было ни одного. Поэтому на это можно забить. Короче, а спаунер у него есть? Есть. Хлеб нахер не всрался. Вот это всё остальное можно выкупать. Так, мистер Вихтон. Вы рыбак. О, блях, оно дорого, он продаёт рыбу. Но сам факт, что он продаёт рыбу, это уже плюс. Этим можно воспользоваться. Так, рыба и всё прочее клюёт на 5% быстрее. 7% шанса поймать рыбу крючком. Разместить дополнительные ячейки. Это понятно. Даёт двойной улов при успешной рыбалке. Шанс небольшой поймать на крючок более редкую рыбу. Короче, понятно. Колечко на, собственно, рыболовство. И жерель на рыболовство. Это всё стоит 3 тысячи. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Особенно, если нам надо будет прям плотно половить рыбу. Так, ну иди там, мы знаем. Дед, ты чё шляешься? Все сидят у себя дома, а ты тут шляешься. Так, у него базовые руды. У него есть детали по дешёвке. И немножко еды. Какого-то хрена. У него леченятина золотая ещё есть. Хрен с тобой. Короче, молодцы. Тусите у нас. Я думаю, что вам у нас понравится. Единственное, что ничего не ломайте. И я в вас верю. Так, давайте открываем яичко. Глянем, кто у нас здесь прятался. У нас здесь слезюаныш. Урон ближней атаки 1.30. Плюс 30 к урону против боссов. Звучит хорошо, но у нас здесь гораздо круче. Сейчас покажу. У нас сила свечения. Урон огнём при попадании. 60% критическому урону. 30% скорости дальней атаки. Пока что для нас, как для дальненькой, это идеально. Ну, давайте глянем, что у него есть. Зависимость от оставшейся здоровья цели. Урон по ней повышается до 30%. 10% шанс крит удара. Зависимость от оставшейся здоровья цели. Урон по ней повышается на 30%. 30% скорости ближней атаки. Это мимо. Ещё 10% шанс крита. Скорость атаки ближней атаки мимо. Ещё 10% шанс крита. К физическому урону ближней атаки. Скорость и ближней атаки. Короче, проблемка в том, что он только заточен на ближнюю атаку. А так в целом выглядит очень даже впечатляюще. Так, у нас здесь не будет больше очков, да? Бляха, ну я бы здесь сбросил вот этот урон от огня, тогда перекинул его в крит. Мне кажется, было бы идеально. Единственное, что нам надо проверить, а работает ли это на нас. По идее, должно. Ну, сейчас давайте замеряем. Давайте я выделю... Выделить кинжал, чтобы оно всё правильно считало. Так, кинжал у нас выходит крит 74, 99 к крит урону. Теперь мы берём его, сбрасываем. Раз, два, три. И скорость дальней атаки. Теперь проверяем. Вот, не туда ушёл. Всё равно остаётся 99%, кстати. О чём нам это говорит? Либо мы не получаем эффект. Что маловероятно. Либо мы не можем получить выше 99%. Я склоняюсь ко второму. Хорошо, давайте возьмём в руки кольцо. Возьмём в руки кольцо. А нет, может быть выше. Тогда просто странно. А какой смысл тогда? А какой тогда смысл от его бафов, если они нас не бафают? Ладно, пусть остаётся в любом случае. Нам ничего от этого не будет. Так, давайте этого шкета пока оставим. Пусть сидит здесь. Это потом я вторгую, продам обязательно. Так, это мы можем оставить. Полы можно выкинуть. Это давай сюда. Ящики, 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 ящики. Сбрось сюда. Всё остальное у нас, в принципе, готово к путешествию. У нас какие опции? Значит, мы можем либо скрафтить ещё какую-то хрень на поиск места спауна босса. Что, в принципе, было бы логично. Но желательно, чтобы это ещё и совпало с вот этими местами, чтобы мы пошли ключи потрогали. Потому что мне очень интересно, что там. Ну давайте, скрафтим. У нас там было вроде бы, да? Так, громыхатель. Раз. В карманчик. Сканер улей матки мне не поможет. Атлантический червь. Бляха, я не знаю. Пробудит кого-то от долгого сна. Атлантический червь. Похож на то, что надо пробудить. Ладно, давай сюда разберемся. Так, громыхатель мы тогда тоже оставляем. Бабки надо только оставить, потому что я их просру, как всегда, и будет нехорошо. Так, замечательно. По-остальному у нас еда есть. Жратва имеется. То, чем оттачить есть. Оно всё приготовлено, готово к бою. Так, хорошо, запускает этот сканер. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Где-то прямо над нами. Нихера себе, как далеко над нами. Это хероха, на самом деле. Это херох, потому что там опять пердолить придётся очень долго, очень-очень долго. Ну, либо ему... Оно движется? Оно движется? Твою мать. Ну, ладно. План какой, план какой, план какой. Я тогда до максимума наверх подъеду на тележке. А потом дальше чисто на пробивную пойду по прямой. Я думаю... Блях, они тут ходят, дверь открывают. Вот это не очень хорошо. О, кто-то там появился. Кто-то там умрёт. Короче, да. Двигаем вверх. Я постараюсь по прямой линии фигачить. Если не получится, ну, что поделать? Таков путь. Да, кстати, у нас конвейеры все, по сути, теперь стоят в простой. Они нихера не добывают. Ауч, 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 молодые люди. Херкой по голове, держи. Так, проверяем. Да, мы здесь тормознулись. Нихера сколько здесь лута! Твою мать. Это я ещё не собирал здесь вот эту всю слизь. О, мой бог. Это ж по всему кольцу получается такое же происходит. По всей этой тропинке червя. Ну, если нам понадобятся детали, либо же семена стандартные и слизь, то мы знаем, куда идти хотя бы. Бляха, от них надо избавиться, на самом деле. Они, наверное, как-то гасят общемировой спаун, наверное, нет? Это было бы логично, наверное, если бы они гасили. Так, какого хера здесь столько... О, боже ж ты мой. Это какой-то мини-биом или что? Какого хера здесь эти полгуты? Умри нахер. Короче, странненько, да. Я луплюсь вверх, как мы видим, что он туда-сюда двигается. Но нам лучше, чтобы у нас был прямой маршрут, чтобы я потом мог с этим что-то хоть сделать. Пока шуфигачу далеко-далеко вверх. Так, нашёл ещё одну гробничку. У меня сразу мысль появилась. А не будет ли здесь случаем телепорта? Поэтому я на всех водах проверю. Ящичек с говной здесь обязательно будет. Это всё нужно оставить. Там ничего нет. Тут ничего нет. Умри. Тут тоже ничего нет. Жаль. Хотя вот там что-то очень странное есть. Что это такое? Это просто песочек. Да, это просто пес... Стоп, что там? Блях, а каждое место похоже на то место, в котором может быть телепорт. Пацаны, вы тут ничего не прячете от меня? Я быстренько пробегусь. Вы не против, вы не против. У них тут свой подземный город, короче, огромный. Я вас понял. Так, дядька, умри, 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 ты умри. Вот эти вот пацаны очень опасные. Их нельзя... Их спаун уставлять у нас дома, потому что они просто уничтожат все окружающие блоки. Фу, на них. Терпеть их не могу. Гадость. Доброе, хочу. Оно реально всё выглядит, как будто везде может быть телепорт. Так, умираем, 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 умираем. Давай, 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 давай. Так, ещё один здоровело. Вообще надо шарики здесь узать. Чё это? Проблема только шариков, у них плотность, прочность точнее самого шарика вроде бы меньше, чем у этих, да? Не меньше. Но тогда он тратится быстрее. Тогда он тратится гораздо быстрее. Так, это всё забирать. Короче, да. Я думал, что здесь будет кое-что другое. Ну, ничего, на разведку сходили, никому от этого хуже не стало, не стало, всё. Значит, ты какого хера здесь вылез? Так, насколько вообще глубоко... Блях, куда он пополз? Твою мать, говно ты кусок. Эх, ладно, всё равно пробиваемся. В любом случае, этот маршрут нам надо будет. Рано или поздно он пригодится. Это что такое? Твою мать, я думал, что я уже всё видел, честно говоря. Что ты такое? Для такого мне нужен был для чего? Это золото, наверное, да? Блях, а если сюда ещё конверкер? Я конверкер кидать, скорее всего, не буду. Но на добычу поставить, наверное, не помешало бы. Золото у нас совершенно не бесконечное. Так, поставь, пусть будет здесь. Давай сюда. Бляха-буха, молодой человек, зачем мне это делать? Так, огромное зало, извини, жучок. О, молния полетела, кстати, добрый день. Эффект духа сработал. Ещё одно золото, ещё железо. Так, вы меня балуете. Вы меня балуете, балуете. Так, держись сюда, держись сюда. Где мы находимся? Ну, куда ты? Я не понимаю. Как мы должны за ним вообще гнаться, на самом деле? В общем, вопрос. Есть два варианта. Либо за ним придётся прямо реально гнаться. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что-то падает. Ууу, щит! Уходим. Да, камушки чуть попадали. А, ну это которые... Самое смешное, что они за несколько ударов забиваются. Это ужас. Короче, либо у него есть маршрут, и он вернётся в эту точку. Что, дай бог. Пусть иначе это жопа. Ай-яй-яй-яй, ни хера там? А, я думал, там целый гигантский блок. Короче, да. Либо он вернётся в эту точку, либо у нас очень большая проблема. Мы хера у как догоним. Но, есть один... Как это? Может, небольшой, но всё-таки плюс. Он, скорее всего... Скорее всего... Мне призывается. То есть, он базово существует. Что, соответственно, нам сэкономит кучу времени. Так, давайте я попытаюсь здесь прорваться по водичке. Надо было лодку с собой взять. Ну, ладно. Что есть, то есть. Так, плевуны на базе. Все есть. Давайте я пробьюсь. На каком он расстоянии? Он ещё дальше. То есть, если мы берём чисто кольцевую, то он ещё дальше. Сейчас проверим. Вообще, есть специальный метод, по которому мы можем посчитать, насколько далеко он находится. Интересно, кстати, здесь я упрусь. Во, новый этот биом. О, боже. Я думал, я дошёл до стеклянные стетки. Но нет. Не сегодня. Так, давай, давай, давай. Единственное, на самом деле, опасно делать в один блок любые проходы вообще. Ну, не будем думать о плохом. Понадеемся на лучшее. Он может прям в открытом океане находиться. Охереть. Так, мы дошли до какой-то источек. Вот, теперь мы вроде бы как находимся на том же расстоянии. Так, мы находимся 624 блока от центра. Он находится... Да ладно. Он находится 800 блоков от центра. Ну, ты мразь, получается. Что я могу сказать? Ну, давайте я добью на всяк пожарный на 800. Было бы ещё смешнее здесь телепорт просто. Чтоб явно не прогадать, так сказать. Это что такое? Это, скорее всего, декоративные, типа, эти коральчики, ну. Очень на то похоже. Но они мне тут не нужны, сорян. Они мне только мешают. Красиво, красиво. Спора нет. Я бы даже, может, на базу поставил, но не сейчас. Так, слышь, ты плевун голимый. Умри. Умри, 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 спасибо. Так, проверяем, на каком мы? На 704. Ещё надо добить на всяк пожарный. По-хорошему, такие линии надо сделать в два конца. И желательно ещё и с телепортами. Если мы хотим его прям поймать, то, мне кажется, нам в любом случае придётся шевелиться таким образом. Это что такое? Это что за покемон? Так, помри. Сейчас ещё проверим, что это за здание. Воу, это было близко. Так, 768 блоков от центра. Добрый день, есть кто? Так, ну я могу разбить. Это уже победа, наверное. Там вот какие-то колдуны бегают. Колдуны, вы мне тут мешаете чуть-чуть. Я тут вообще-то мега пробитие делал. О мой бог, это что? Это что такое? Где моё колечко? Колечко здесь максимально подходящее. Так, оно померло. То есть он обычный моб, он не босс. Это хорошо. Вы тут что-то охраняете ценно или вы так чисто? У вас тут братья свои окутите немножко. Давайте понюхаем. Давайте убедимся. Там палки восстанавливаются с ничего. Это пугает. Сейсмические часы ценность. Пусть будет. Давайте мясо нахер. Это что, железное? Это железное. Пошёл в задницу. Тебя туда же. Что у нас там ещё? Мусорное есть. Грибочек. Вот этот ошмёток убери. Эх, этого у меня дофига. Это есть. Это тоже есть. Это у меня полторы тысячи. В принципе, в принципе, покажу всё. Опача. А вот это что такое? Это просто декор. Но оно выглядит очень прикольно. Большая голографическая дощечка. Ага, ага, ага. Интересное местечко. Пока я, правда, не понимаю. Посидел. Миленько. Пока я не понимаю прямой ценности места. Но я предполагаю, что, наверное, здесь тоже есть какие-то объекты по типу ключей, которые потом он будет использовать. Или что-то около того. Этот огонёк собираю. О, боже, у меня теперь ещё огонёк будет на базе. Камин пещерников. Замечательно. Пусть будет. Вот это не обязательно, кстати. Камин красивый, а вот этот не очень. Так, у них здесь, короче, бассейн, это всё понятно. Я, в общем, маршрут рыл. А, ну он возвращается, кстати, отлично. Мы пока здесь покопаемся, он вернётся. Бомбочки в придачу. Пусть будут. Шестерёночка пусть будет. Так, вы живы? Или вы из тех, что мёртвые? О, он разорвался, с него ничего не осталось. Это ковёр, да? Каменная плита, самоцвет. Мило. Очень-очень мило. Такишу, вы охраняйте. Так, ещё один пробудился. Хауч. Немножечко алюлямба. Я не хотел алюляться, но спасибо. Так, он приближается. У них достаточно много хп, на самом деле. А, ну кажется, что они хлипенькие. Но нет. Так, запускаем рикошетного мастера. Рикошетный мастер 3000 полетел. Мне ещё кажется, что они друг друга хилят, на самом деле. Вот это что такое? Колонна пещерников. До свидания. Тут что-то ценное. Ящик для рассады. Действительно ценное. Хрен поспоришь. Ну, тут бассейнчик есть. Куча мясу там. Вот здесь ящик. Так, кольцо из белого стекла. Максимальное здоровье. Шанс уплоднения. Ну, для общего набора, наверное, пусть будет. Шестерни давай. Без этого мы выживем. Без этого мы выживем. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это конечная точка. Блях, ну надо уже выходить. Мне кажется, что он может сдриснуть. Так, а вот здесь что? Тут, на самом деле, большой этот городок. Я думал, что он маленький совсем. Пэт, можешь его убить, пожалуйста? Спасибо большое. Так, тут тупичок, там плевуны. А, ты его не убил. Понятно. Не дорабатываешь, Пэт. Немножечко не дорабатываешь. Так, здесь всякий мусор, мусор, мусор. Там переход в никуда. Здесь тоже переход в никуда. Так, все, максимально близко. Давайте выруливать. Я все-таки хотел бы с ним схолестнуться. Если так можно сказать, бляха. Правда, я его очень долго буду здесь толпить. А, я вон там вижу уже часть. А справа что-то такое. Сейчас, давайте выйдем сначала сюда. Там что-то большое, но это потом. Этим мы займемся чуточку попозже. Так, молодой человек, я почти на твоем уровне. Сейчас, погоди. Я бахну. Так, музыка остановилась. Это из-за того, что я здание покинул, надеюсь. Мне показывают, что он прямо здесь. Так, все, я на его уровне. Молодой человек. А я не могу его вывести на агрессию, да? Или могу? Вот в чем вопрос. А если его закрыть, попробовать? Да ты дебил, господи. Ну не ломай все. Он мотнул кружок и он развернулся, по-моему, плывет обратно, да? Пошел в жопу. Да, давай быстрее. Он развернулся и плывет обратно. Он может плавать под текстурами, я вас понял. Я не знаю, как привлечь его внимание тогда. Вот в чем вопрос. Хорошо, давайте проверим, может, грохотун могу здесь поставить. И что он нам дает? Он его не приманивает. Назад начнем с этого. Что, наверное, не очень хорошо. Блях, я теперь думаю, как мне назад бежит. Самое страшное. Это немножечко страшненько. Там надо еще маршрут будет потом переделать, на самом деле. Тут какой блок? Все, погодите. Тут по координатам 30... Минус 30. Все, я понял. Короче, эта штука здесь не работает. Можем забирать. Проблема в том, что я не могу привлечь его внимание. Наверное, нужно издуть какой-то что-то типа наживки. Для того, чтобы его выманить из воды. Вы что, пацаны? Вы что? Будьте свободны. Что это такое? С него что-то большое выпало, бляха. Это камин, он мне пригодится. Тихо, 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 тихо. Слить нахер. Пошел в задницу. Что это было? Карта Оракул. У меня есть, кстати, одна карта, вроде бы. Я могу ошибаться. Так, сейчас я замерю блок. Тридцатый вот здесь. Четыре блока от меня. Сейчас проверю. Два, три, четыре. Встану вот сюда. Это тридцать первый. Это тридцать второй. Тридцатый вот. Так, давайте я вот это тогда... Как бы так сделать? Ты можешь? Обратно, спасибо большое. Так, я вот здесь тогда пропилю сейчас дорожку. Я думаю, с ней как-то и останемся. Я потом здесь пробью весь маршрут. Умри, сволочь, пожалуйста. Я потом здесь сделаю, да, абсолютно прямой маршрут. Через вот эти их, мать его, базы внезапные посреди воды. А вот, постараюсь сделать маршрутик, по которому мы можем сюда быстро добираться хотя бы на телеге. Я думаю, это будет очень даже... Очень даже уместно. Но, во всяком случае, тут мы ранее не были. Вопрос теперь остается с грохоталкой. Я думаю, что мы можем сбегать все-таки наконец-то в пустыню. Я сейчас, правда, быстренько вернусь домой. Сбегать в пустыню с той целью, чтобы... Попробовать поставить там эту грохочущую херню. Возможно, мы сможем кого-то червя, типа, как из Дюны призвать. Я сильно в этом сомневаюсь, но... Попытка, не пытка. Других у меня предположений нет пока что. Так, а что по ХП, кстати? Что у меня ХП не восстанавливается? Спасибо большое. Прямо в Харю мне плюнул. Какое неуважение. Ну ты и мерзотная же бразь. Так, это забирай, это забирай, 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 забирай. Прочисти маршрут. Сейчас я хочу добиться хотя бы до какого-нибудь берега. По идее, кстати, если я не ошибаюсь. Нулевой. Кристальный объем на 1100. Твою же вать. Короче, да, я сейчас добьюсь до самого конца сначала в ту сторону, а потом сигану назад и мы пойдем в пустыню. Та ядрен батон, что ж такое? Тут еще одна гигантская-то их база и вот тут уже есть кристальные... Немножечко базы. Короче, да, здесь надо будет прям надолго залезть. По-хорошему вообще залутать эти две базы надо будет, потому что в этих мелких ящичках у них есть шестерни. Я так понимаю, что их там достаточно много и это абсолютно в наших интересах собрать эти все шестерни. Поэтому да, я думаю, нам этим в любом случае придется заняться. Поэтому тут я пробью. Сейчас, если дальше нет здания, то я... Бляха, я вижу в отзеркаливании в воде, что там дальше есть, да? Эх, твою мать, ладно. Тогда в другой раз вернемся. Ну, точнее, я уже за кадром, думаю, вернусь. Я здесь все тогда отпылесошу. И вот эту базу отпылесошу. И вот эту отпылесошу. Именно с целью получения шестерни, потому что они нужны нам почти во всех крафтах, связанных с боссами. И у нас, к сожалению, их не так много. Бляха, да, вот это то, что в один блок толщина, это не очень хорошо. Короче, да, двигаем домой, тпшимся в пустыню в надежде того, что... Кстати, у нас тпшки же были назад, что их не делал? Мы их скрафтить можем даже одноразовые. Короче, да, сейчас будем дома. Так, приперся я домой, значит, я немножко разгрузился. Оказывается, у нас тут половина инвентаря мусора было, естественно, что ожидаемо. При этом все, да. В ту сторону теперь путешествовать будет чуточку проще за счет пробитой дороги. Но, опять же, совсем чуточку. Так, это все запускаем в переплавку. Пусть приступают к работе. Давайте где-то поставим, собственно, красивую вещицу. Где у нас красивая вещица? У нас красивая вещица раз. Красивая вещица два. Сейчас глянем. Они вообще тут как-то котируются. Эээ, вообще не котируются, но... Кого это интересовало вообще? Пусть стоят. Просто нравится мне. Ну, что я могу поделать? Так, значит, карта у нас еще одна была. Две штуки у нас даже есть. Оракул вдохновения. А у нас Оракул ауры. Что бы это ни значило, пусть будет. Просто пусть будет. Какого хера у меня две удочки? До свидания. Так, с этим распрощались. Значит, у нас остается еще левелап. Но этот малый у нас залевелаплен по максимуму. Поэтому пока не трогаем. У нас есть вариант просто попробовать в пустыне. Но мне кажется, это очень плохая идея. Это не сработает. Небесный титан. Да, мы находили этот титан. Зачем нам поиск улей матки? Я понять не могу. У нас есть место уже с улей. У нас больше того. У нас есть второй улей. Я, правда, не уверен, есть там матка. Но не суть. Так, что у нас здесь есть? Вот что я здесь смотрел. Песчаный титан Роакара. Я так понимаю, что это имеется ввиду именно тот самый Роакара, для которого и нужен этот Громыхатель. Я предполагаю, опять же таки. Мы можем сейчас бегать туда по Шурику, чисто глянуть. Я сомневаюсь, что мы попадем прямо сразу в точку, где обитает эта червь. Но мы можем попробовать Громыхатель и зубь. Может, оно создаст точку, где он появится. Например. Ну, либо просто насобирать 40 этих надкрыльев. А сколько у меня их? У меня они вообще есть? Я их не выбрасывал в случае. Я их, по-моему, выбрасывал. Что-то мне подсказывает. А, нет, вот 7 штучек есть. И 2 ракушки. У нас все очень плохо по предметам, которые призывают боссов. Но, что поделать? Таков путь. Так, а как мы можем сделать? Как можем сделать? Мне кажется, нам проще по прямой подъехать, чем я буду тпшиться и потом разворачиваться назад. Это гораздо-гораздо дольше. Короче, да. Давайте подъедем. Попробуем просто посреди пустыни юзнуть Громыхалу. Если он не сработает, в принципе, я вопросов иметь не буду. Ну, не сработало, не сработало. Будем искать другие пути тогда. Ну, и в любом случае, мне надо будет наформить все эти предметы, которые были упущены, назовем это так. Которые нужны как раз-таки для поиска места спавна этих товарищей. И я думаю, с этим разберемся. Ну, и надо найти способ, как привлечь атлантического червя. Как сделать так, чтобы он, собственно, вынырнул или, не знаю, выпрыгнул на сушу. Короче, чтобы мы с ним начали взаимодействовать. Так, давайте вот здесь вывернемся, вывернемся где-то вот тут. У нас была поляна довольно большая. Стоять. Стоять, дорогуша. Давай сюда. Так, давай еще бафнемся на всех пожарных. Так, давайте проверим. Где-нибудь, 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 где-нибудь. Где у нас тут большая полянка была? Бог, вот здесь есть большая. Давайте-ка я вот здесь поставлю, проверим. Дишина полная. Я просто не знаю, как это номинально должно работать. То есть мы просто ставим громыхатели, со временем приходит червь, либо мы должны попасть в какую-то определенную точку, где, собственно, этот червь начинает уже активироваться. Окей, хр... Блях, я ключи не взял, чтобы посмотреть эти места, ладно. Хер с ним, в следующий раз уже глянем. Может, те ключи, кстати, нам открывают какой-то секретик. В чем я сильно сомневаюсь. Этих пацанов еще не всегда падают, кстати, эти штуки. Они на карте иногда периодически разбросаны просто, но, опять же... Кстати, забавно, мы теперь можем их убивать до спауна. Проверим здесь. Тишина абсолютная. Мне кажется, что оно должно, как вот здесь, визуально конкретно отделяться. То есть здесь арена прям выделена была блоками. Я думаю, что здесь что-то тому подобное должно быть. Где просто большая область, которая отделена от всего... Это все остальные пустыни, в которые мы могли бы, собственно, его призвать. Но это, опять же, чистое личное ощущение. Не больше, не меньше. Давайте заглянем, кстати, в лаву. Там нам нужно, по сути, собрать предметы, которые призывают. Но мне кажется, что по кругу должна быть еще локация большая, лавовая. Чисто внутреннее ощущение, потому что тут... О-о, добрый день. О-о-о, тихо-тихо-тихо. А что, вот так сразу с агрессией? Так, ты, молодой человек, вообще умри, не мешай мне жить. Так, с этих выпадает магмовая слизь... Я что, под... Да, я говорю, понял. С них выпадает магмовая слизь, что, естественно, огромный-огромный плюсик. Так, черт, иди вообще отсюда. Ты не из того биома, ты куда лезешь? Так, что мы видим? Мы видим, вот, напольный у нас объект. Забираем. Это у нас напольная магмовая слизь, что супер. Единственное, как вы видите, ее здесь очень и очень мало. Соответственно, именно из-за этого я предполагаю, что должен быть либо биомчик побольше, назовем это помягче, либо таких вот суббиомов должно быть очень много в этой территории, которая, по сути, ближе к кристаллам, чем к внутреннему кругу. Короче, надо будет эту всю территорию прошмыгнуть на поиск, опять же таки, магмы и на поиск возможного места, где, собственно, можно этот громыхатель установить. Пока что, ребятки, сделаем сам небольшую паузу. Спасибо большое за просмотры, не забывайте комментировать видео и, конечно, нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.